С сегодняшнего дня инстаграм на территории России заблокирован, фейсбук заблокирован и очень вероятно, что скоро ютуб тоже заблокирует. Как обойти контроль? Сейчас я вам расскажу, а вы поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, которые привыкли пользоваться этими сервисами для того, чтобы продолжать это делать и дальше, потому что это все заблокировано на территории России. Я подскажу, как это обойти. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, если вы находитесь в России, то вы увидите сейчас, что инстаграм заблокирован, но он заблокирован только на территории России, а для всего остального мира он не заблокирован. То есть, если вы сядете на самолет и улетите, скажем, в Турцию или в Европу куда-то, в Голландию, например, сейчас вы узнаете почему, или в Америку, или в Японию, то, соответственно, вы там совершенно спокойно можете пользоваться инстаграмом и фейсбуком и всем прочим. Это понятно, да? Как это происходит, блокировка? Смотрите, дело в том, что когда вы входите в интернет, вы входите в интернет не просто так, а через какого-то провайдера. Провайдер – это ваш проводник в интернет. То есть, вы подключаетесь к соответствующему провайдеру, который дает вам адрес. У каждого провайдера есть адрес. Этот адрес называется IP-адрес, в котором написано, через какого провайдера вы зашли, в какой точке. Ну, например, вы входите через мобильный телефон, значит, если просто через мобильный телефон, то это получается ваш провайдер, там, МТС или Билайн, или Мегафон. Поэтому, если вы входите из какой-то точки, скажем, из дома через Wi-Fi или из какого-то кафе, Макдональдса, то вы входите через Wi-Fi и там соответствующий провайдер. В метро тоже свой соответствующий провайдер есть, и этот провайдер имеет, ну, как бы российское местонахождение, локацию. И, соответственно, Роскомнадзор, да, дальше все идет через Ростелеком, и, соответственно, вот все российские провайдеры, значит, там блокируются Ростелекомом, когда они хотят подсоединиться к Инстаграм. Дело в том, что Инстаграм это тоже свой определенный адрес, и поэтому просто для российских провайдеров этот адрес стал недоступным. Его отрубили, поэтому, значит, смотрите, есть пути обхода, естественно, этого, потому что вы можете подсоединиться не непосредственно к Инстаграм, а вы можете огородами пройти. И вот этот путь огородами называется VPN, то есть виртуальный адрес, ну, неважно, на самом, провайдер, нейм. Вот, как это делается? Смотрите, есть соответствующие программы, сейчас вы видите соответствующую такую программу, ProtonVPN, это одна из самых хороших программ, ее рекомендовали. Вы находите эту программу в Play Market или App Store, или, так сказать, там на компьютере, она совершенно доступна, и устанавливаете его на свой девайс. Что происходит дальше? Дальше вы заходите вот в эту программу, ну, там регистрируйтесь, естественно, вот, заходите в эту программу и говорите, я хочу подключиться. И вы выбираете страну локации, то есть вы выбираете свой виртуальный номер, IP-адрес. И пока еще эта программа, ну, вот, когда вы просто в нее входите, это программа у вас на телефоне. Дальше вы говорите, я хочу подключиться куда-то, и программа берет и выдает вам какой-то адрес, вы выбираете страну, ну, предлагает там на первом месте стоять Нидерланды, то есть Голландия, о которой я говорил, там же можно выбрать США, можно выбрать Японию, совершенно спокойно. Вы выбираете, откуда вы будете заходить, и вот мы уже с вами находимся где-то в Америке. То есть, смотрите, берется и, значит, осуществляется соединение не с Инстаграмом, не с Фейсбуком, не с чем-то еще, а соединение производится с каким-то провайдером, который находится, ну, где-то там далеко, какая-то точка. Причем этих точек какое-то вот огромное количество, целый пул, и там их тысячи, и все их не заблокируешь. Вот, и поэтому, значит, вам присваивается соответствующий IP-адрес, ну, уже который американский. И вот это вот соединение между тем адресами этим, оно кодируется, оно, значит, там шифруется. Каждая эта программа осуществляет свой алгоритм шифровки, то есть, это уже невозможно прочитать. Вот, и дальше вы берете и заходите совершенно спокойно в Инстаграм, и все. И вы зашли в Инстаграм не с обычного, ну, не из России, а получается, что из Америки, или из Нидерландов, или откуда-то из Турции. И все это, ну, распространено в мире, и все это давно известно. Ну вот, давайте я продемонстрирую сейчас, как это делается. Вот, смотрите, сейчас я нахожусь просто в, ну, не подключенный, все как обычно. Я захожу в Инстаграм, и вот, что я вижу. А ничего я не вижу. Он пустой. Не удалось обновить ленту, и, значит, все. То есть, Инстаграм пустой. Что я делаю? Я захожу в ProtonVPN. Я уже там зарегистрировался. Пишу, подключиться. Вы не подключены к серверу. И я говорю, хорошо, подключиться, быстрое подключение. Выбираю. Вот он выбирает у меня Нидерланды. Я подключился. Здесь видно, что пошел трафик. И после этого сразу же я захожу снова в Инстаграм. Вот, я захожу в Инстаграм. И вуаля. Все у меня показывается сразу же. Вот и все. То же самое касается и Ютуба, и так далее. Кроме того, ну, вы знаете, что сейчас реклама запрещена. Есть такая, так сказать, как бы опция, что реклама для российских, там сказать, серверов запрещена. Монетизация запрещена. Но, когда вы заходите из Америки, откуда-то, или из Нидерландов, то там, естественно, реклама не запрещена. И вы будете видеть эту рекламу. Реклама будет там на голландском языке, либо на японском, либо на английском языке. Но она будет. Вот. Ну, потому что вы в Америке или в Голландии и так далее. Ну, на самом деле, даже прикольно, потому что вы увидите соответствующую рекламу. Вот такой простой способ и все. Итак, смотрите, этих программ, которые дают VPN-адреса, их очень много. То есть, вы можете виртуально поменять страну пребывания. И, собственно говоря, все это обходится и очень легко. То есть, вы совершенно спокойно можете подсоединиться к своему любимому Instagram, Facebook или YouTube, который пока еще не заблокирован. Но очень вероятно, что его буквально сегодня или завтра заблокируют, потому что YouTube заблокировал Соловьева. YouTube заблокировал каналы государственные. И поэтому сейчас он возьмет, так сказать, Роскомнадзор и заблокирует весь YouTube к чертовой матери. Вот. Ну, вы совершенно спокойно сможете пользоваться. В любой момент вы можете отключиться от VPN и заходить куда-то в свои другие серверы, которые, ну, где вы находитесь, уже как российский гражданин. Ну, например, там на госуслуги и так далее. Потому что на госуслуги через VPN вы вряд ли сможете зайти. Вот такая история. Я надеюсь, что это видео будет полезно для многим. Поэтому еще раз говорю, поделитесь со своими знакомыми. Сейчас лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. Пока-пока-пока.